Итак, всем доброе утро! И давайте сегодня с утра прям отвечу на некоторые ваши вопросы, да? А точнее, мне там... Вчера я смотрел у нас, так скажем, личные сообщения, которые приходят на ютубе. И на некоторые из них я готов ответить. Смотрите, первое, которое сообщение мне кинуло из глаза, и которое нужно ответить, наверное, это вопрос у нас, получается, про биски в шелком помещениях. Мне скинули ссылку на одного из блогеров, где этот блогер, да, никакого отношения к недвижимости не имеет. И, по сути, правильно подметил, что этот блогер только может сказать, где-то можно кофе попить и так далее, да? Начал со своей стороны, я этот видеоролик здесь посмотрел, размышлять, могут прописывать, прописывают или не прописывают. В общем, все в таком духе. Так вот, давайте все-таки определимся. Еще раз вам повторюсь, с пропиской проблем нет в городе Сочи в жилых помещениях. Сейчас всем до одного дают, уже в течение месяца, дают выписки с Росреестра нового образца. И спокойно, молча, в течение 10 минут вас прописывают. Ничего лично с вас не требуют. Никаких документов, никаких домовых книг, никаких дополнительных справок. Ничего, вы просто берете с собой выписку с Росреестра и на основании этого документа, одного единственного документа и вашего паспорта, вас спокойно могут прописать. Это первое. Поэтому я не хотел уж больше возвращаться к этой теме, потому что вроде у меня есть видеоролик, где я полностью все показал, куда идти, как идти, все. Дальше, да, многие из вас все равно мне продолжают звонить и спрашивать, как сделать, там, мне отказали и так далее. Когда на вопрос отказали, что написано в отказе, в письменном все, тебе говорят, нет, мне не отказали, просто мне соседи говорят, что мне откажут. Ну, знаете, я с такими вопросами, да, я даже и особо работать не хочу. Почему? Ну, потому что человек даже не сделал шаг до того же самого паспортного стола, а потом еще какие-то выводы делает. Если, например, пришли в паспортный стол, вам отказали, я с большим удовольствием готов вам подсказать, встретиться, рассказать, как нужно сделать, зачем это нужно сделать и так далее. Дальше, смотрите, еще раз тоже повторюсь, у меня клиент покупал две квартиры в одном и том же доме. В одну квартиру брали в январе месяце, оформляли, там идет выписка старого образца, один и тот же дом, один и тот же застройщик, этажи разные. На вторую квартиру он получал попозже, да, и, соответственно, уже просто, уже дается другой образец. И, конечно, конечно, с первого образца может возникнуть какие-то проблемы, просто, как мне сказали в том же самом МФЦ, да, мы, говорит, сами не набираем ничего, мы сами ничего не делаем, за нас это все делает машина. Поэтому можете спокойно взять и, так скажем, просто написать заявление о потере, да, и вам восстановят, и дадут вам уже 100% выписку, дадут нового образца, на основании которой вам не смогут отказать и в прописке. Ну и теперь дальше, да, там, так же, говорит, минует миф, что в жилых помещениях не хватает электричества, не хватает газа, не хватает еще что-нибудь. Я могу сказать одну простую вещь. Я живу в мелодии леса, у меня всегда есть вода, при том напор очень хороший, это сильный, я жил на пятом этаже, жил на северном этаже. У меня всегда есть электричество, никогда у меня не, вот за это почти скоро будет, ну, с июля месяца я живу. Никогда не было никаких перебоев, ничего. И я могу сказать, я жил у нас в квартире съемной, это я жил на Бамбуковой, это в квартирнике, да, это Бамбуковая 42А, дом Морячка. Вот там у меня каждый день какое-то было приключение. Вчера проехались в Урожайном, в Урожайном тоже нам сказали, что у них было то электричество отключали, то еще что-нибудь такое бывает. Это квартирники, понимаете, квартирники. Поэтому, со своей стороны, я могу сказать, это зависит не от, так скажем, не от дома, а больше зависит это от того, так скажем, кто в этом доме, так скажем, кто за этот дом взял ответственность. И еще раз вам повторюсь, еще раз вам повторюсь, сейчас секунду, попаркуюсь. Еще раз вам повторюсь, здесь зависит. Потому что, например, у нас, например, в Мелоделесу, у нас идет по 7 киловатт на квартиру. В многих квартирниках, в многих квартирниках, которые есть, продают, да, если, например, взять, например, тот же самый, например, урожайный, тот же самый взять у нас, например, остров Мечты и так далее. Там у них даже 3 киловатт нету, понимаете. Там они живут за счет того, что другие жильцы еще не приехали. Поэтому у них нету сбоев. Как только весь будет дом жить, сразу будут сбои. И таких примеров я могу привести вам очень-очень-очень много. Еще раз заговорю, зависит от много отправляющих компаний, от застройщиков и так далее. Теперь еще такой вопрос, который тоже мне задают, да. Жилые помещения, там, какую-нибудь земля, там, может быть, все это прописано. И, опять же, в Росреестре, опять же, проверяется все, что связано с землей и так далее. Я еще ни разу не видел в городе Сочи, чтобы кто-то там жил, например, на своей земле, потом взяли и сказали, что эта земля ему не принадлежит, его выкинули. И это все байки из склепа. Поэтому давайте будем более такие, скажем, разумные и так далее. Поэтому я могу сказать, что у квартирников в городе Сочи меньше, чем у ЖПшников. Но проблем в квартирниках гораздо больше, чем в ЖП, как показывает практика. Я могу привести вам много примеров квартирников, которые стоят без коммуникации, без ничего. Просто стоят и все. Просто стоят. И в то же время я могу вам привести дома, пример, да, жилые помещения, которые идеально все работают и нету сбоев. Давайте возьмем, к примеру, Барселона 6 и Сьюзен возьмем. И возьмем Сьюзен 3. Барселона 6 это квартирник, Сьюзен 3 это ЖПшник. В Сьюзен 3 нет ни одной проблемы, ни с чем. Там все идеально. Там заходишь чистенько, опрятно, вода есть, коммуникации есть, все. Барселона 6, квартирный статус. Там до сих пор все как на Параховой бочке живут. Понимаете? Вот вам вся разница. С виду домики одинаковые. Но здесь земля идет в собственности, там земля идет в аренде. И еще повторюсь. Это не говорит, что квартира хорошо, а жилое помещение плохо. Это говорит о том, что много чего зависит от управляющей, так скажем, компании. Очень много чего зависит от застройщика самого. Теперь еще какой вопрос. Какие вы можете столкнуться с проблемами, с прописками? Смотрите. Если вы вдруг прописались в другом городе, с одного выписали с другой, но у вас есть, например, автомобиль или еще что-нибудь, вам нужно будет взять и переделать. У нас получается, как говорят, красненькую бумажку. Вот такую бумажку вам нужно будет переделать. Почему? Ну, потому что это требование ГАИ. И если вы не переделаете, то штраф полторы тысячи рублей. Я вчера с этим столкнулся. Но вчера смог все-таки от штрафа отмазаться, потому что я прописался 3-е числа. Вчера было 16-е число. Сказал, что МФЦ документы долго пролежали. В общем, кое-как я смог отбрехаться. Но факт то, что полторы тысячи рублей штраф. Если вы у нас не встаете на учет, например, если для мужики, да, военный, то, соответственно, штраф 5 тысяч рублей. Это в Сочи такие штрафы. Поэтому такие моменты очень много есть. Просто паспорт на столе об этом не говорят, что я там должен пойти и все свои машины, которые у меня были, взять и поменять вот такую штуковину, да. Потому что в ней у нас как раз и написана у нас прописка, где, какая, что, как, вот такую штуку я должен поменять. Поэтому не делайте моих ошибок. Учитесь на моих ошибках, да, не надо на своих. И так, я думаю, каждый раз много шишек набил. Теперь еще второй момент, да, еще немаловажный. Тоже прочитал комментарии там. Я слышал там две бабушки, прям, говорю, да, дословно, прям цитирую. Две бабушки рассуждали и сказали, что прописка невозможна все. Ну, если вам охота слушать сплетни от бабушек, конечно, слушайте. Но этим и отличается, да. Я вот, например, не подсказываю ни одной бабушке, как правильно ей вязать, не знаю, там, крестиками или еще что-то. Я не подсказываю. Я не подсказываю, как вышивать, потому что я в этом не соображаю. Я не даю совет, как правильно приготовить салат Цезарь, потому что я никак в жизни не готовил, да. И поэтому здесь тоже самое. Я могу сказать, как бы, специально ради кого-то, ради вас, я взял, еще раз повторюсь, мне в Сочи прописка, она даром не нужна. Я пошел спокойно, прописался. И мои клиенты, мои клиенты, то же самое. Они пошли, спокойно прописались, без взяток, без откатов, без еще чего-нибудь. Просто пошли и прописались. И я знаю очень много людей, которые просто идут и делают. Но если у вас нету желания, нету сил, или вы нашли отмазку, что вам бабушка сказала, что прописаться нельзя, не можете поднять свою попу и дойти до паспортного стола, но это уже другой вопрос, это уже другие проблемы. И давайте все-таки в заключение, да, в заключение я вам скажу еще одну вещь. Я все понимаю, можно смотреть разных блогеров, про Сочи, еще что-нибудь. Но обращаться-то нужно к профессионалам, правильно? Если, например, не знаю там, если я езди на машине Nissan Qashqai, это же не значит, что я разбираюсь в машинах. Я просто выступаю в роли наездника. Поэтому, если кто-то у меня будет спрашивать совет про машины, я вряд ли вам смогу вам помочь. Потому что я не знаю, как отключить эту крашеную деталь от некрашенной. Я не знаю, как у нас проверяется пробег. Я много чего не знаю именно по машинам. Но я знаю, так скажем, людей, которые в этом деле профессионала, которые в этом деле спецы, у которых есть все инструменты для того, чтобы можно было проверить, да, там или там. Есть там данные к базе ГИБДД, где могут проездить. Есть у нас там, не знаю, прибор, где можно посмотреть толщину покрытия, краски, еще что-нибудь. Это профессионал. К нему стоит обращаться, понимаете? И, конечно же, конечно же, есть по такому принципу, каждый кулик хвалит свое болото. Если у нас кто-то купил себе квартиру, да, и живет, как скажем, в жопе географии, я по-другому не могу это назвать. Это большой ахун, это просто жить в заднице. По-другому никак не могу назвать. Если там по какой-то причине купил квартиру, саду с квартиры, и живет черная так, конечно, будет нахваливать. Тебе еще эту квартиру продавать. Да по мне лучше взять квартиру в Мелодии леса, где ты будешь в центре находиться, а не в заднице, и жить в жилом помещении, чем где-нибудь на отшибе жить в статусе квартиры, где у них постоянно перебои с водой, с электричеством, и как она сама в своих блоках указывает, что там у них постоянно сбои. На себя такая квартира нужна с таким статусом, если там всегда все плохо. Если там у них стены потресканы. Я тогда зашел в дом, я просто обалдел. Там все в трещинах, там внутри такое ощущение, как будто там, не знаю, там как будто бомжи живут, там все грязно. Ну смысл с такую квартиру? Зайдите ко мне в подъезд в Мелодии леса. Чистенько, убрано, все классно, все. В общем, давайте, всем хорошее настроение, всем пока, и еще раз повторюсь, маленький такой. Если вдруг охота получить грамотную консультацию, обращайтесь к специалистам. Если охота просто посмотреть, развлечься, поржать, конечно, обращайтесь ко всем блогерам, смотрите, и все. Я могу сказать, что вам ни один блогерник в жизни не поможет. И я уверен на 100%, ни один блогер вам здесь не помог ни расселиться в городе Сочи, ни на работу устроиться, ничего. А я со своей стороны могу сказать, что уже как минимум 20 человек, или уже 25, я уже забыл, свою статистику вел, я помог устроиться и на работу, и в школу, и в детские сады, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, про детские сады сейчас отдельная тема будет. Расскажу, как бесплатно ребенка без деток, без ничего, оформить в детский сад. И это уже на практике, а не на теории от того, кто якобы живет в Сочи и еще что-нибудь. Все, всем охотничество настроения, всем пока.